Россия будет свободной! Россия будет свободной! Меня зовут Евгения Егорова, я из Мурманска. Я первый раз вообще на каком-либо митинге. Почему вы решили прийти? Да, потому что это неправильно. Я не сторонник Навального, но я считаю то, что сейчас происходит, это вообще противозаконно. Если это с ним могут сделать, это сделают с любым человеком вообще, что в принципе и делается. Так что вот, ну и конечно же засменяемость власти. 30 лет назад народ почему-то после коммунизма выходил спокойно и нормально протестовало. Сейчас все думают, что их убьют, блин. То есть нет вопроса, почему нужно запрещать митинги, где людей бьют дубинками. Почему-то есть вопрос, надо просто запрещать митинги, а не то, что нужно запрещать людей дубинками бить. Вот, собственно, за это. А вы слышали о новом законе о запрете просвещения, который вот недавно... Когда блогерам надо вообще вообще там регистрироваться? Нет, это вот недавно, буквально с неделю назад, второе чтение, по-моему, сейчас проходит закон о том, что при преподавании, ну то есть вообще при любом действии, вот сейчас мы разговариваем, это просвещение уже автоматически, и это нужно все регистрировать где-то там нужно, не знаю где. А если ты разговариваешь в контуре, то тоже зарегистрироваться. Ну как бы, блин... Ну это то же самое, что давайте запретим интернет, да? Ну как бы... Ну как вы считаете, насколько успешны вообще митинги, и насколько это может повлиять на ситуацию? Слушайте, ну как бы я вообще не сторонник митингов перед посольством, потому что дипломаты не уйдут вообще, дипломаты будут уходить последними. Но хоть что-то надо сделать, как-то это все надо отметить, потому что особенно во время, когда, блин, все сидят дома, всем все запрещают. Отметить надо, я думаю, что это очень важно для тех, кто реально вкладывается, и люди с такими стальными яйцами, как команда Навального, то есть им нужно просто показать, что у них реально есть поддержка. То есть у них есть поддержка того процесса, который они хотят начать. Можно соглашаться или не соглашаться с их политической какой-то программой, но с самим движением я согласна. Расскажите немного о себе, пару слов, почему вы решили прийти на митинг. Давайте. Меня зовут Денис Хныкин, мне 50 лет, и я давно уже достаточно живу здесь, и читая Навального где-то с 2010 года, начиная его с Live Journal еще. И сегодня здесь собрались много народу, не только здесь, везде, во всей России, и, я думаю, и в других городах тоже, вне пределов России. И все собрались люди с призывом освободить Навального, потому что Навальный сидит, с моей точки зрения, очень и очень неправильно и несправедливо в тюрьме. В тюрьме должны сидеть другие люди, и то, что происходит, это полный беспредел. И этого терпеть уже все, уже хватит это терпеть. Уже надо делать что-то в реальности, выходить на улицы и что-то делать. Если бы я был в России, я бы тоже вышел. Вот. Значит, жизнь в России становится политическая все более и более вышенная. Ничего нельзя сделать, никаких, так сказать, возможностей. Все лифты социальные перекрыты. Те лифты, которые снизу, они все уже загажены, и только люди с полностью отсутствием брезгливости могут пользоваться этими лифтами. А те, которые золоченые лифты, они уже давно закрыты в зданиях, и уже туда не зайти. И скоро они будут забиты, и там будет милиция стоять и охранять их, как она сейчас охраняет все эти митинги с бронетанками, со всеми. И то, что Путин вчера еще подписал указ о том, что снятые ограничения по возрасту, это тоже показатель того, что ничего не будет меняться. Все так же будет уходить, уходить их детям, уходить их внукам, у детей будут внуки и законные, и незаконные дети. И это все будет бесконечно. Надо что-то менять, и вот поэтому мы здесь. А верите ли вы вообще в успешность митингов? И как считаете, сможет ли улучшиться ситуация? Нет, я не думаю, что митинги простыми. Я боюсь, что ситуация уже настолько сейчас зашла далеко, что простыми митингами это уже не изменить. Нужны очень резкие изменения и в политической жизни, и в принципе они должны быть в России идти. Вот. И если, так сказать, таких изменений не будет, а их не будет, их не будет, потому что при том, ну, при тех вещах, которые есть, как бы, ничего не будет меняться. Вот. Все это будет, так сказать, печально. Я не думаю, что митинги помогут сами по себе. А сколько может потребоваться времени, если что-то будет происходить, на то, чтобы ситуация улучшилась, или как-то появилась меняемость власти, или что-то? Ну, пока в России выжженное политическое поле, то есть, в реальности Путин делает все, чтобы реально альтернативной ему не было, а получается, Путин делает все, чтобы реально альтернативы ему не было, а пока такой альтернативы у него нет, то ещё не будет ничего, что могло бы поменяться. поэтому я считаю что в принципе мы должны выходить на митинге но я боюсь что митингом ничего не поменяется и тут надо менять я боюсь как бы не было еще хуже чем в беларуси и это они они все говорят вот давайте мы не будем как беларуси не будем как беларуси но а то что они делают они делают еще хуже чем беларуси еще больше закручивая гайки они создают давление которое рано или поздно взорвется но я не знаю как бы как в россии можно что сделать допустим забастовки так как в беларуси планировались но это было забастовки они были бы конечно эффективны и с точки зрения внутренней политики так а с точки зрения внешне я считаю что однозначно надо делать санкции персональные против всех друзей путина и всех бенефициаров этой системы привет вы расскажи немного о себе как зовут почему решила прийти на митинг я пришла на митинг в поддержку освобождение навального я вообще достаточно сильно влечена политикой самого детства поскольку у меня бабушка такая женщина боевая всегда было против путина всегда его не любила его приучили меня к такому то что нужно оставить права и бороться за честь страны и на свою честь соответственно если какое-то сообщение которое ты хотела бы адресовать кому-то и кому кому бы хотела его адресовать я бы хотел адресовать свою благодарность пришедшим людям и всем людям которые выходят в россии за то что они верят за то что они теряют свою веру за то что в них остается по сей день через все после всех ужасных событий связанных с нашими политическими лидерами они все равно верят они не теряют надежды они борются и надеюсь что что это будет так же продолжаться веришь ли ты успешность митингов и как считаешь лучшую ситуацию и насколько быстро я считаю что если митинги не придут каким-то серьезным результатом как то либо вроде свержения власти конечно не к этому не приведут но тем не менее они зарождают людям какой-то огонь какую-то искру который продолжает как раз не терять ту самую надежду которая так важна слышала ли что в россии принимают новый закон запрете просвещения как к нему относишься в плане знаний и школы в плане того что любую информацию которую ты кому-то рассказываешь например на ю тубе там любой сай ван канал или какой-то научный канал должен будет регистрироваться и получать разрешение на каждое слово которое он сказал привет меня зовут дима я из белорусской диаспоры пришел сегодня к вам поддержать демократию если мы тоже боремся за подобные вещи скажем так и конечно то что происходит в россии в беларуси это не увязывается ни в какие рамки мы как будто живем в 1984 оторвало сейчас вот ну конечно не хотелось бы чтобы хотелось бы чтобы все изменилось хотелось бы чтобы и беларусь и украина и россия были демократическими странами чтобы мы жили как в европе со свободой слова с человеческой жизнью как главный приоритет и так далее очень хотелось бы такой ну и навальный для для меня навальный как бы символ демократических перемен в россии они могут сказать что я там фанат навального или что-то в этом роде но это просто как символ демократических перемены для меня как для белоруса демократия в россии автоматически означает падение режима Лукашенко и демократия в Беларуси, потому что Путин поддерживает Лукашенко, и я пришел для этого сюда, чтобы поддержать демократические перемены. Я живу в Осло, из Панкт-Петербурга, предпочитаю остаться анонимной, но я сегодня сюда пришла, потому что меня крайне возмущает сложившаяся ситуация. Когда Алексея Навального попытались убить, он, к счастью, выжил, и теперь он вернулся в Россию как настоящий герой, потому что это его долг, это смысл его жизни, и теперь они его арестовали совершенно незаконно, оскорбившись тем, что он выжил. Это произвол, этого быть не должно. Россия будет обязательно процветающей страной. Надо всего лишь избавиться от этого постсовкового истеблишмента, от всей этой гнили, которая репрессивна и враждебна, и только ведет нашу страну и общество во мрак. Поэтому Россия будет свободной, процветающей, как можно скорее. Мы все этого очень желаем. Свобода Навального, Россия будет свободной. Спасибо. А как считаешь, насколько вообще быстро могут произойти изменения? Это сложно, сложно предсказать, но все, я думаю, упирается в то, вообще, насколько много людей выйдет в таких крупных городах, как Москва, Петербург, Екатеринбург. Если выйдет около миллиона в Москве, то Путину ничего не останется, как поджать лапки и выпустить Алексея, на что я, безусловно, очень уповаю и рассчитываю. Выпустить Алексея звучит, как какой-то секретный инструмент. А как ты считаешь... Валера, настало твое время. Да-да-да, именно так. Как считаешь, есть ли еще какие-то инструменты, кроме митингов и, возможно, обращений каких-то публичных лиц, которые помогли бы? Кричать на весь мир, кричать, распространять информацию, чтобы все мировые лидеры и вообще сильные мира всего говорили, причем жестко, ультимативно, требовательно, потому что с Путиным по-другому уже не получается разговаривать. Вот эта европейская псевдо-вежливость уже не работает. Скажите, как вас зовут, чем занимаетесь и почему решили прийти? Меня зовут Саш Минаков. Я ученый, живу лет 10 уже в Норвегии. Пришел оказать свою солидарность к Алексею. Он, мне кажется, борется за правильное дело, за свободу и демократию в России. Сейчас у меня все хорошо. Я работаю, занимаюсь своим делом. И я подумал, что сейчас действительно критический момент, потому что если люди, у которых есть небольшая возможность, не будут ее использовать, просто человека не будет. Алексей представляет собой такую силу, позитивную, конструктивную силу, которая в России не так широко представлена, которая широко, ну, критически, жизненно важна, на мой взгляд. Поэтому я решил прийти. Со мной моя жена Аня. Меня зовут Аня, я педагог. Я считаю, что своих детей мы будем учить свободе, равенству, демократии. И надеюсь, они, если вернутся жить в Россию, будут жить уже не при Путине, а при другом президенте, не обязательно Навальном. Надеюсь, что страна все-таки наша сможет выйти из этого кризиса. И царизм будет уничтожен, так или иначе. Я, конечно, надеюсь, что это все само отвалится как-нибудь, без нашего активного влияния. Но я, честно говоря, уже в этом начинаю сомневаться. Я помню, что лет 9 назад мы тоже выходили на такую акцию в поддержку Навального, когда он сидел там, покерив лесу. И там было всего несколько человек. Я очень рада, что сейчас пришло много людей, чтобы его поддержать. Мне кажется, что сегодняшнее его положение очень серьезное. И выглядит это как из шахматной партии некий гамбит, когда он жертвует собой во имя своей идеи. И сейчас его нахождение в тюрьме – это, конечно, очень тяжелая, мне кажется, ситуация. Поэтому очень важно выйти и показать, что мы против этого, что мы не хотим, чтобы им манипулировали вот так вот. Как вы думаете, что это требуется для того, чтобы что-то изменилось? В стране? Ну, конечно. В стране? Я думаю, когда Путин уйдет от власти. Все время что-то меняется. И Алексей показывает, что он действительно один в поле воин. А мы постоянно боремся с чем-то. Каждый борется. Ну и должен, наверное, бороться. И самая большая наша задача в жизни. Вот мы рождаемся и боремся всю жизнь с чем? С каким-то внутренним рабом. Со страхами своими, с какими-то, не знаю, комплексами, боязнью что-то совершить. Там, совершить или сделать, или не сделать. Но можно хотя бы попытаться. Здравствуйте. Скажите, кто вы, почему вы пришли на митинг? Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я из белорусской суполки. Я обучался в Московском государственном университете имени Ломоносова. Жил много лет в Москве. Поэтому ситуацию в России, в том числе, знаю изнутри. Тем более, многие мои коллеги тоже принимают активное участие, в том числе, в такого рода мероприятиях. Так как я из Белоруссии, я понимаю, к чему это ведет, к чему ведет закручивание гаек, к чему ведет запрет свободы слова. Это основная причина, почему я здесь. Навальный – это всего лишь, даже не первый звоночек, это первый колокол на БАД, который говорит о том, что что-то не так в этой стране, в этом государстве. Есть ли какое-то сообщение или какой-то инструмент, который вы считаете был бы эффективен наиболее в том, чтобы все продвинулось быстрее? Глядя, проводя параллели с ситуацией в Белоруссии и в других странах, в первую очередь, любой деспотичный режим, что в Белоруссии, что в Венесуэле, что в России, старается разъединить общество. Чтобы каждый был отделен и каждый не мог договориться друг с другом. Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь, важна сообщность людей, доверие друг к другу и поддержка. То есть, когда едины, мы сильны и непобедимы. Если касаться более прагматичной стороны, я думаю, санкции, деньги в этом плане побеждают зло. Это может быть чувствительным рычагом, в том числе персональные санкции по тем людям, которые ответственны за нарушение закона. Верите ли вы вообще в успешность митингов? И как считаете, сколько потребуется времени для того, чтобы произошли какие-то хорошие, серьезные изменения? Разумеется, верю. Иначе я бы не был здесь. До этого я занимал довольно аполитичную позицию. Но считаю, что нужно жизнь менять. И менять в том числе для будущих поколений. Сколько времени? Вопрос очень открытый. Так как это зависит от кучи факторов. Начиная внутри страны, начиная в окружении руководящих в органах, заканчивая внешними торговыми партнерами России. Скажи, как тебя зовут? Почему пришел сюда? Меня зовут Андрей. Ну, я скажу, может быть, теоретическую вещь. Я не большой фанат Алексея Навального, но Путина и олицетворяемый режим я не люблю еще больше. Вот. И, собственно, поэтому я и пришел. Ну и то, что Алексей Навальный сидит, это лишь один из... Как ты правильно сам сказал? Один из звоночков. Да, кроме Навального, у нас сидит на 6 лет аспиранты МГУ Азад Мефтахов. У нас до сих пор сидят на 15-18 лет фигуранты позорного дела сети, дело Нового Величия и много-много других людей. То есть, ну, мне кажется, тот режим, который сейчас существует в России, настолько отвратителен, что, ну, просто его нужно сваливать любыми возможными средствами. Даже поддерживаю Алексея Навального. А как ты считаешь, какие эффективные средства есть, вот кроме митингов, еще для того, чтобы что-то быстрее менялось? Коллективные действия людей. То есть люди должны выходить на улицы и ставить себе цели. Идти и добиваться их. Не останавливаться. Ну, то есть нужно наращивать присутствие на улицах. Но это, конечно, очень легко советовать, находясь в Осло. Поэтому мне кажется, что, ну, я бы не стал давать советы людям в России. Но я думаю, что они должны разобраться сами. А слышали ли ты о новом законе о запрете просвещения? Да, конечно. Я уже подписался под петицией против регуляции просветительской деятельности. Но это, конечно, просто еще один маразм российской власти. Я хотел сказать, извините, если мой русский не очень хорош, потому что я из Риги, из Латвии. И я музыкант, я учусь здесь, живу в Осло. Но я хотел просто сказать, почему я здесь. Потому что я просто хочу поддержать людей, которые живут в России. Потому что сейчас там происходит, это просто невероятно. И это так не надо быть. Как вы считаете, вообще литинги, это может быть успешный инструмент для гражданской каких-то инициатив? Конечно, конечно. Потому что я тоже сказала, я была, когда была поддержка для Беларуси, и там тоже я видела, что люди там было многие. Да, я просто да. Это может быть отличный вариант, как что-то поддержать или что-то. А как считаете, сколько времени понадобится России для того, чтобы полностью обновиться, избавиться от текущих проблем? Ой, это очень сложно. Но я надеюсь, что люди будут, как это сказать, want to lose the power, и будут движуху свою... Привет, друзья! Не знаю, что сказать, не подготовил какую-то вступительную речь, но мы находимся сейчас в Осло, и у нас практически заканчивается митинг, который у меня получилось все-таки собрать на Фейсбуке. Получилось собрать, наверное, почти 50 человек, чего удивительно на самом деле, потому что в группе было 25 человек, кто обещал прийти, 25 человек, кто интересовался. Мой стандартный estimate, что 30% людей приходят, но пришло 100%. Это уникально, у меня никогда не было такого в жизни вообще с мероприятиями. А это говорит о том, что люди переживают, беспокоятся и думают, что получится сдвинуть с мертвой точки ситуацию. Многие также говорили, что они поддерживают Алексея, или что они поддерживают в целом то, чтобы была сменяемость власти, то, чтобы мы видели демократию, или честные выборы, или все то, чего мы не видели последние 20 лет. И я полностью присоединяюсь. Я поддерживаю не только Алексея, но и всех политических заключенных, всех, кто сейчас сидит по сшитым делам. И я очень надеюсь, что по всему миру продолжатся позитивные движения, поддержку того, чтобы в России все стало лучше. И, конечно же, хотелось бы, чтобы не появлялось новых регуляций, новой цензуры, новых ограничений. Я очень надеюсь, что свобода интернета, свобода просвещения, свобода просто собираться, общаться, делиться мнениями останется незыблемой. И я очень надеюсь, что Конституцию больше не будут перекраивать желания какого-то конкретного человека под его, откровенно говоря, боязнь. И надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо всем, кто пришел, спасибо всем, кто участвовал. Мы здесь провели более часа. И я надеюсь, это поможет. И это, возможно, будет не последний раз. Спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хотел также отметить еще интересный факт. Небольшой такой мероприятие подобного рода в Норвегии. Вот сейчас слева от кадра стоят двое полицейских, и также стоит фургончик, там его видно. Несмотря на то, что сейчас ввели новые ограничения, но полиция просто ходит, смотрит, чтобы был порядок, чтобы было все хорошо. И, в общем-то, нас не прогнали, нас не разгоняли. Нам просто сказали, чтобы мы не мешали проходить людям на тротуаре, и, в принципе, все. Тоже очень большие, конечно, различия между странами. Спасибо. Продолжение следует...